Найти работу Дине Багаудиновой очень сложно. Во-первых, она студентка, учится в медицинском колледже. Во-вторых, у Дины инвалидность, решающий фактор для отказа в трудоустройстве. Пробовала найти работу самостоятельно, обращалась в центр занятости, но безуспешно. Тогда я обратилась в молодежный центр Самарский, где девушки подобрали работу, помощник специалиста в областной библиотеке. Когда ты видишь, что есть примеры положительные, что у человека есть и образование, и высшее образование, и отлично, и он трудоустраивается, еще и с выборами. В Самару приехал человечек, и нормально, и в арбитральном суде работает. И тогда ты понимаешь, что тут уже хватит плакать, иди, и что-то сам делай. В молодежном центре Самарский предлагают временное трудоустройство на два месяца. Но все в руках соискателя. Нередко молодые люди, отработав срок договора, получают предложение от руководства продолжить сотрудничество. Главное, чтобы зарекомендовала, показала, что он инициативный, активный. Конечно, привязывается наличие образования, опыта, работа, деловая активность. Зарплату 4600 рублей платит молодежи центр Самарский. Еще 1800 рублей выделяет в качестве материальной поддержки центр занятости населения. В этом году работу помогут найти 60 подросткам с ограниченными возможностями здоровья. Алексей Захаров, Алексей Кнор, Сергей Баскин, ГЕС, События.